Пираты и корсары. В чем были различия? Из цикла «Пиратский бортовой журнал» Четкого различия между пиратами и корсарами среди народа в древнем мире не было. Однако, они отличались тем, что корсары, или каперы, были частными гражданами, имеющими официальное разрешение от правительства, каперское свидетельство, называемое «гоночным письмом», грабить вражеские торговые суда, но отдавать часть доходов государству. За это они не считались преступниками, а были наемниками. Обратной стороной медали было то, что по окончании срока договора моряки становились настоящими пиратами, слишком упоенные престижем и богатством, чтобы бросить свое ремесло. Знаменитые корсары. С наибольшим эффектом использовали каперов в английском королевстве, благодаря зависимости государства от морской торговли и повсеместному распространению войн. А каперы из других стран точно так же любили нападать на британские острова. В 15 веке там не было скоординированного финансирования, поэтому проблема пиратства росла. Чтобы защитить торговлю, торговые сообщества оборудовали и вооружали каперские корабли за свой счет. Елизавета I английская активно поощряла развитие такого флота. Английские корабли достигли Азорских островов и Карибского моря, чтобы грабить вражеские порты. Одним из самых известных каперов был испанец Амаро Парго. Он нажил огромное состояние, вкладывая заработанные на грабежах и продажи захваченных кораблей деньги в свои земли на Тенерифе. Не менее известными испанскими пиратами были Кобесада Перо, Инниго де Артьёта и Бенито Сот Абаал. Знамениты своими захватами крупных голландских и английских кораблей французы Робер Сюркуф и Рене Дюги Труэн, выходившие в море на своих маленьких, маневренных лодках. Британский флот не раз безуспешно атаковал их логово – французский город Сен-Мало, в XVII веке ставший настоящим богатым бастионом корсаров. Каперы Сен-Мало часто становились адмиралами Королевского флота, так как находились под покровительством короля Франции. Адмиралами военного флота Стамбула стали османские корсары Куртоглу Муслихиддин Рейс и Хайераддин Барбароса. Каперское свидетельство На хорошую добычу у корсаров было больше шансов, чем у пиратов, поскольку они по лучшей цене абсолютно легально могли продать на аукционе награбленное. Они захватывали целые корабли и на досуге спокойно продавали весь груз, а не просто сбегали с награбленным, как пираты. Даже в плен корсары брали экипаж на законных основаниях, имея на это официальное разрешение. Они сами проектировали свои боевые легкие корабли, строили их на верфи и легально выходили из порта. Пираты сами распределяли между собой добычу, а корсары должны были отдавать определенную долю инвесторам, судовладельцам, командирам кораблей и государю, выдавшему каперское свидетельство. Каперы имели право убивать врага, но только в бою, это не считалось криминальной деятельностью, а вполне законной, если учитывать военные действия между враждующими странами. Иногда владелец судна выходил с ними в море, а иногда оставался на берегу. Тогда капер действовал от его имени, а капитан и команда подчинялись его действиям. По этим законам каперы действовали с XIII века. Во время войны это являлось эффективным средством помешать торговле конкурирующих держав. В 1856 году Парижской декларацией Корсарская война была отменена. Декларацию подписали Королевства Сардиния и Пруссия, Российская, Османская, Австрийская и Французская империи и Соединенное Королевство. Соединенные Штаты Америки и Испанское Королевство, хотя и не подписывали декларацию, но гарантировали соблюдение ее положений. Однако во время Конфедеративные Штаты Америки во время Гражданской войны в США использовали против кораблей Союза наемных каперов, но ни одна страна мира Конфедеративные Штаты не признала как нацию. Греческие Корсары Для защиты от пиратства оборудовали корабли сопровождения города Греции еще в VIII веке. Остров Родос взял на себя обязанности морской полиции, ради безопасности народа курсируя моря вплоть до Адриатики. Защищать свою торговлю от пиратов часто приходилось и величайшей греческой военно-морской державе – Афинам. Они даже создали новую военно-морскую базу, чтобы противостоять набегам контролировавших верхнюю Адриатику морских разбойников. Морские налетчики орудовали и в водах Средиземного моря. Проходящие торговые суда ограбили прятавшиеся среди сотен островов Эгейского моря пираты, угрожая колыбели греческой цивилизации. В открытое море торговые суда никогда не выходили, плавая вдоль побережья, что еще больше облегчало их действия. Пираты не зря дежурили на главных маршрутах судов, их ожидание всегда вознаграждалось сказочной добычей. А в остальное время они нападали на деревни, захватывали их жителей и продавали в рабство или требовали выкуп. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Josh Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.